всех приветствую судомоделистов кто занимается парусником седов и вот сегодня вышел шестой выпуск вот у меня в руках прежде чем я перейду к разбору выпуска хотел бы пару слов сказать и показать как выглядит сейчас модель на данном этапе и такую информацию поведать для тех кто моем городе живет проживает то и собирает парусник седов то лучше всего покупать журналы это около вокзала на автостанции вот я сегодня приходил то есть журнала выходит в пятницу каждую неделю в остальных киосках выходит позже такая информация на заметочку так ну и вот вот так сейчас выглядит модель вот эту часть я не приклеивал это у нас вторая часть деталь палубы носового шкафу то как выглядит на данном этапе я так понимаю я пока журнал много не читал что вот эти вот отверстие ну как бы вот куда вставляется потом деревянные как они у нас называется правильно шпон из древесины абачи вот он потом будет как вот накладываться так для усиления и будет будет скрепляться как бы две части то есть сейчас у нас будет вторая деталь палубы носового шкафу то вот она как раз вторая деталь и они будут вместе соединяться я так понимаю вот ну и вот вот так вот она у меня получилось опять же я маленький невнимательно читал журналы здесь вырезал но исправил свою ошибку то есть надо было только вырезать здесь и здесь буду теперь внимательно мне уже потом подсказали так то есть вот я пока это не приклеивал а ну вот и вот это приклеим тоже покажу сейчас усиление как она у нас называется усиление киля и шпан накладки для усиления киля и шпангоут вот она вот сюда клеится и приклеил и приклеил вот эту часть это она еще была в прошлых выпусках так то есть сейчас я покажу как она вот это у нас вставляется так 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 вставляется вот сюда вот не писали насчет того что как выравнивать лучше детали вот эти вот илюш выключи пожалуйста чайничек то так то есть я я попытался подгруз и и делать потому что она у тоже винтом не знаю сейчас видно не видно пытался подгруз и все равно ничего из этого не получилось но когда я вставляю сюда уже идет она вроде бы как прижимается и когда приклеить я думаю что она уже потом выравнивается вот так вот она вставила вроде бы становится более-менее ровная ну все это у нас касаемо прошлых выпусков сейчас переходим к новому шестому выпуску вот он так выглядит видов номер 6 крупнейший парусник в мире седов так ну кстати сразу спрашивали сколько в нашем городе цена вот цена сами можете смотреть 229 рублей все выпуска стоит так что печатываем сразу смотрим детали так из деталей у нас новом выпуске вот вторая деталь палуба носового шкафу то вот она так выглядит дальше шпон из древесины бачи накладка для усиления киля вот она я так понимаю и шпангоут вот это все детали выпуска номер 6 так вот такой у нас журнальчик в номере 7 номере 7 сейчас прочитаем будет у нас вторая деталь кормовой части килевой рамки и соединительные накладки шпон и рейка из древесины бачи вот они шпангоут шпангоут вот он накладки я так понимаю вот они и 2 деталь кормовой килевой рамки вот она видимо вроде бы все правильно сказал так посмотрим что мы будем делать в этом выпуске детали в комплекте данного выпуска деталь 27 2 деталь палуба носового шкафу то деталь 28 накладки для усиления киля 29 шпангоут номер 8 30 шпон из древесины бачи 06 на 5 на 200 миллиметров тут внимание рекомендации так как обычно начинаем сборку шлифовки деревянных деталей чтобы удалить возможность шаховато шерохватости улучшить сцепление вот так же клеим опять вот эту деталь здесь очень просто все ничего сложного нету и вот такими скрепочками у меня тоже скрепочки есть соединяем и вот эту деталь 11 она в прошлых выпусках было приклеиваем теперь извлеките переборки боковых кают детали номер 25 из заготовки из заготовки прилагавшийся к номеру пятому обработать их мелкозернистой наждачной бумагой в прошлом выпуске они у нас были мне сейчас их нет под рукой и вот этот номер 25 мы приклеиваем их вот сюда вставьте детали точно в пространстве между двумя шпангоутами на палубе как показано на фотографии приклеить окончательно указанном месте вот так вот получается у нас тоже в принципе ничего сложного нету все получается типа такой вот тут я не знаю что это такое будет типа каюта какой-то следующий вот кстати такой же пользуется как у меня я вам показывал прошлом выпуске для обработки для шлифовки так если необходимо отшлифуйте вверх деталь чтобы выровнять ее с палубой и кельевой рамкой позже на этом месте будет находиться палуба бака то есть выравниваем если есть какие-то неровности шероховатости дальше идем теперь займитесь нанесением защитного слоя на палубе вокруг переборок для этого наклейте скотч или малярную ленту так как показано на фотографии так и для чего мы это делаем с помощью шпательной сети мастику на места соединения деталей здесь показано наносим мастику для чего мы это делаем пока не пойму дальше когда мастика высохнет отшлифуйте места соединения чтобы выровнять их и сделать почти незаметными затем покрасьте переборки белой матовой краской стараясь не запачкать палубу потребуется нанести несколько слоев краски чтобы добиться удовлетворительного результата но я кстати вот по дереву использую акриловые краски да помылишь акриловый называется то есть но я на меня много было красок ну и лёшку у меня их просто брал их поиспользовал придется купить еще один комплект разных красок там как раз и белая есть по-моему белый у нас нету да вот когда краска высохнет аккуратно удалите скотч то есть я так понимаю мастиком и заделываем швы потом уже красим белой краской так вот у нас получилось не приклеиваю палубу положите на переборки носовой части чтобы увидеть как она будет выглядеть после окончания установки как размещать вторую деталь палубу шкафу ты шпангоут номер 8 мы объясним следующих номерах палубу положим здесь видно не доделано еще а у меня уже все полностью сделано потому что я не знаю то или не хватит не хватает пока шпона из деревесины абачи то ли я не знаю почему так вот потому что я когда собирал еще по тестовой все хватало у меня полностью даже целиковый как бы использовал вот вот так получается у нас то есть вот так сейчас пока детали у меня нету не буду ничего прикладывать это мы уже в следующий раз попробуем и как так будет выглядеть детали после окончания данного этапа сборки сохранить оставшийся материал для последующих этапов сборки так вот у нас сейчас выглядит наш ну я в следующем выпуске покажу уже как будет выглядеть у меня ну вот в принципе по этому выпуску ничего сложного тут нету если какие то вопросы будут пишите в комментариях там задавайте здесь у нас дальше идет магдалена винен в южной атлантике можно почитать материал я не буду здесь останавливать сейчас на нем то есть по мира эпоха винджаммеров тоже парусник тоже можете почитать ознакомиться журнале черно-белые фотографии старые ну вот все что касается выпуска ну что тогда будем ждать 7 выходит по пятницам у нас все будем заниматься я занимаюсь среди недели кораблем а вот такое еще объявление сделать кто смотрит выпуски по железной дороге вот железная дорога решили завязать как бы несколько причин на это есть но не из того что он комментарий писали нечего там написали насчет того что куда ставить ее в принципе это тоже одна из причин потому что довольно таки железо дорог здоровая метр семьдесят пять почти куда ее определять это надо место ну и во первых и во вторых то что финансово конечно столько потянуть так сказать проектов этих то есть мы собираем сейчас сидов но сидов я пока буду собирать вроде пока финанс хватает на это потом собираем вот комикс и собираем шахматы то есть железо дорогу уже не потянуть потому что еще много других расходов так что вот все я думаю железной дорогой придется распрощаться пока на начальном этапе лучше сделать это сейчас ну все тогда вот так всем пока если видео понравилось пишите комменты ставьте лайки всем счастливо до следующего выпуска